Сколько строят храмы? В истории существуют рекорды. В Барселоне проект Антонио Гауди, храм святого семейства, уже стал национальным достоянием, хотя до сих пор не достроен, начиная с 1882 года. А не менее знаменитый храм Василия Блаженного в Москве построили за неполных шесть лет. Сколько времени, материальных средств и духовных сил нужно вложить в создание храма Казанской, иконы Божьей Матери в Холодово, знает отец Андрей. За восемь лет на строительной площадке не было застойного дня. Мы сейчас за зимний период полностью проварили железный каркас главного купола нашего. Сейчас ведется подготовка уже к деревянным работам, то есть будем принимать форму, делать. Валера, как там дела идут? Что у нас там ровно получается? Споклевку сделали уже верхнюю часть, тоже купленную, уже белую споклевку, заканчиваем уже лицевую. И потом начинаем уже поклевать солей на пухола, а потом начнем откосы делать до локла. Снимаем леса и переводим уже до... Ну да, откосы до последней очереди уже там сделали. Левый предел от штукатурин, сняли леса. Через неделю завершат работы в купольной части, но к Пасхе, как планировали, свод еще не откроют. Морозы были, и мы не можем так быстро делать, потому что потом отвалилось. Нет, лучше мы потерпим и откроем обзор всего храма, объем всего храма. Лучше сюда электроицей или казанской, но сделаем добросовестно, качественно, чтобы 2-3 года не лезть и не ремонтировать. Сейчас отец Андрей выбирает поставщика материала для покрытия кровли. Хочет, чтобы хватило не на один десяток лет. Подбираем уже, какое железо будет по цвету подходить нашему храму. Конечно же, производители очень большую роль играют. Конечно же, будем искать бригаду, которая будет заниматься кровельными работами. И не одну, а две-три нам, чтобы хотя бы до осени, до зимы кровельные работы завершить. Получается красиво. А когда леса уберем, будет совсем красота. Еще центральную часть заштукатурим, а шпаклюем, вот они леса дополнительно делаем. И будет, конечно, намного в себе. А когда леса снимем, все полага снимем, будет такой объем общий храм. Люди стараются, работают, наступить. В этих стенах много именных кирпичиков прихожан. Отец Андрей благодарен им за каждую молитву о благоустроении храма. Сколько бы еще времени и сил не потребовалось на строительство, казанский храм уже достояние Раменского. Александр Винченко, Елизавета Скрябина для программы «Городские вести».